Добрый день дорогие друзья, с вами Изидыч и катаясь на Леопарде 2А4 я понял, насколько изменился рандом. Предвкушая нагиб на Леопарде, учитывая его характеристики, я на самом деле не получил желаемого. Нет, точнее я хочу сказать, что машина действительно хорошая, у неё богатые возможности, то есть на самом деле проблема не в самом Леопарде 2А4, у него вообще никаких проблем нет, это реально хороший танк, а вот основной противник сильно поменялся и Леопард 2А4. Сейчас на данный момент, как и многие западные танки, воюют против себе подобных. Машин, которые имеют в принципе похожую схему поведения, то есть это не советские танки, это вот все вот натовские танки, которые в принципе друг друга уничтожают. И то, что там например у того же Леопарда есть Дем-23, который вы все прекрасно знаете. Очень хороший снаряд, пускай даже не самый лучший в патче 1.79, но его более чем достаточно. Перезарядка в 6 секунд, хоть и не топовая, тоже очень хорошая. И какую вообще мысль я преследую, к чему я все клоню? На самом деле к тому, что Леопард 2К, Кайлер, он выполнял все необходимые задачи. Пускай у него был чуть более скромный снаряд, но он полностью выполнял все требования, которые к нему предъявляли. То есть немцы были довольны Кайлером, он действительно нагибал и сейчас он достаточно хорошо нагибает. Вот так вот совпало. Именно потому, что рандом сильно изменился. Даже вчера вот буквально на стриме были ситуации, когда ХМ-1, я будучи на ХМ-1, перестреливал в лоб Леопарда 2А4. Ваншоты были в любом случае даже со снарядом более скромным М735. То есть следовательно, вот когда варится вот в своем котелке вся эта движуха западных натовских танков, нет какого-то серьезного кардинального преимущества. То есть на самом деле и те подвижные, и те подвижные, и там как бы снаряды пробивают и там. Потому что очень много уязвимых мест, никто не будет стрелять в эти скулы, которые у Леопарда 2А4 сверх защищены, или же ВЛД. Полно уязвимых мест, которые можно выцелить. И почему же так кардинально изменился рандом? Почему Леопард 2А4 это некая избыточная мощность? Хотя на самом деле, при том, что он получил дополнительную защиту, он из-за увеличенного веса потерял немножко в динамичности. То есть Леопард 2А4 он будет медленнее, нежели Кайлер. Все на поверхности, друзья мои. Посмотрите в очередь, что происходит. После выхода патча 1.79, когда советам не дали хорошего, реально крутого топа, я имею ввиду с Бэйром 9.7, многие, очень многие начали качать Леопард 2А4. Некоторые тайп 90, но уж не без этого. И по сути, что мы получили? Получили серьезный, скажем так, перекос в балансе именно по нациям. То есть советы, которые были чуть ли не самой популярной нацией, а возможно и самой популярной, неожиданно сошли со сцены. То есть видели, да, очереди? Практически все играют на Леопардах. Следовательно, и противники соответствующие. Это Абрамсы, да? Это какие-то такие же, в принципе, мобильные подвижные машины, в том числе и японцы подключились за счет нового топа. Из-за настолько диких очередей за немцев, разработчики даже включили в матчмейкинге солянку в реалистичном режиме. В Аркадина и так было, и там Леопарды против Леопардов в основном воевали. А здесь как бы пришлось даже в РБ подключить подобную солянку, потому что тупо нет других противников нации, вот вроде Советов. Ну, это редкий случай, когда кто-то там катается на 62-ке, 64-ке. По сравнению с тем, насколько нахлынули ХМ-1 и Леопарды. И поверьте, как я уже подчеркнул тот же Абрамс на Берри 9.7, несмотря на то, что по датам, по годам он уступает Леопарду 2А4, но ни капли не уступает по эффективности, просто не уступает. Потому что, как я уже подчеркнул, танки натовские, они в принципе имеют похожую модель поведения. И то, что там кто-то перезаряжается чуть быстрее, у кого-то снаряд чуть лучше, это не имеет никакого значения, потому что все они полукартон. И имею в виду того, что вот знаете, много есть мест, которые легко пробиваются даже самым стандартным снарядом. Это не советская броня, которая может как бы спрятать НЛД и танковать практически все. Ну, по крайней мере, раньше. Пока, конечно, там маску в башне не выселят, что-то в этом духе. Но, тем не менее, сейчас, как я уже говорил, избыточная мощность, которая просто в никуда. В никуда. Леопард 2А4 и его снаряды, в том числе и Тайп 90, это то, что, ну, не может, скажем так, найти своего достойного противника. Именно поэтому я хочу подчеркнуть то, что немцы, им даже самим не выгодно то, что у советов нет какого-то серьезного высокого онлайна, нет мотивации развиваться, потому что там нет хорошего топа. То есть все играют на немцах, то есть немцы выкачивают немецкий новый топ. И советы, вот советоводы многие тоже пошли выкачивать немецкий новый топ. И поэтому леопарды воюют с леопардами. В этом нет вызова, нет челленджа, нет каких-то новых интересных ощущений. И это, конечно, говорит о том, что в будущем патче просто обязаны дать хоть какой-то крутой топ. Ну, в 1.81, получается, да, нужен какой-то серьезный советский топ, который изменил бы баланс, вот этот вот перекос и дал бы возможность советоводам снова качать свою ветку и сделать высокий онлайн за советов, чтобы леопарды воевали, ну, как вот, в принципе, они создавались. Для чего они создавались? Для чего им давали такие крутые снаряды? Разумеется, чтобы продолжать эту бесконечную борьбу, броня-снаряд. Если советы это броня, то западные танки это снаряд. И нет, нет этого челленджа. Мало сейчас кто хочет из советоводов в топе воевать. Вообще-то маленький онлайн. Поэтому вот я сейчас для себя вижу лишь две реально крутые ветки. Это американцы со своим Абрамсом М1 и, разумеется, немцы со своим Леопард 2К, который, кстати, тоже очень хорош. И его более чем достаточно для нагиба других натовских танков. Вот на самом деле, кайлеров более чем достаточно. Ну, раз уж открыли Леопард 2А4, ну, окей, будет у вас чуть больше возможностей и вероятности, когда вам нечаянно попадут скулы, вы танканули, такие, вау, не зря я выкачал Леопард 2А4. Ну, и плюс перезарядка. Потому что ДМ-23 это избыточная мощность, которая против других западных танков, по факту, то и не нужна. Но есть, и слава богу, типа, знаете, задел на будущее, если мало ли чего. Конечно, это не ДМ-33, но уж, ребят, хотя бы вот так. Может быть, и ДМ-33, кстати, завезут в будущем. Если у советов появится, таки, какой-нибудь Т-80Б, а может быть, еще что-то круче. Т-80У. Ну, опять же, я об этом, сколько раз уже про это говорили, не суть, ладно. Пишите, что вы об этом думаете, прав ли я, сам ход мысли. И, соответственно, друзья мои, ну, поддерживайте лайком, если как бы все это, в принципе, логично и разумно. Я считаю, что это логично. То, что вот сейчас, видите, какая ситуация сложилась в рандоме. И, собственно, друзья, если хотите что-то приобрести, то можете пользоваться ссылочкой в описании под видео. Следующий обзор, скорее всего, я сделаю на XM первый, потому что, вот, я говорю, катался на стриме. Блин, как вот на нем можно нагибать и леопарды, и на нем можно нагибать и тайпы 90-е, и практически не хуже. То есть, главное, не стрелять в защищенные места. Разницы практически в топах не чувствуешь. Такие дела. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok